Всем вечера вас привет, дорогие друзья! Мы с вами возвращаемся в прямой эфир, продолжаем дальше смотреть за противостоянием Empire и Virtus.pro Polar в рамках турнира под названием Dota 2 Asia Championship 2015. Четверть финал, ну и пока 1-0. Ребята из Empire впереди. Ну что же, у нас несколько новостей. Ну, новость первая, конечно же, эта вторая карта уже стартанула, и увидите её на своих экранах. И новость, наверное, самая главная, это то, что всё-таки в схватке Dota против интернет-мага побеждает Dota, и маг вынужден эту игру и этот матч покинуть. Вместо него сейчас будет играть стендином товарищ Камвейвми, он же КВМ. Посмотрим, как Virtus.pro Polar будут с новым игроком, скажем так, взаимодействовать. Но Empire продолжает собирать то, что у них получается играть лучше всего. Они собираются действительно без поэтиней, опять же, первыми с двумя пиками. Ну, первая карта прокатила. Посмотрим, прокатится ли в карте под номером 2. Ну и Virtus.pro Polar отвечает. Vengeful Spirit и Ember Spirit тоже особо не меняют свой пик. В банах Slark, Visage, Medusa, ну и сами ВП забанили Ликантропа, Бримастера и Шторм Спирита. Ну что ж, ещё по одному бану нужно будет сделать с банницы Doom. Ну и Last Ban Empire в этой стадии. Ну, насколько хорошая эта замена. Ну, понятное дело, что у нас товарищ Андрей Макчепенко вообще товарищ незаменимый для любого коллектива. Вот, но тем не менее. Есть и небольший плюс, скажем так, в этой замене. Хотя бы только то, что КВМ не будет постоянно полетать, не будет этих постоянных пауз. И всё-таки в более-менее нормальном темпе Virtus.pro Polar будут откатывать. Но вот как КВМ, понятно. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЯ Банницы Магнус. Ну что ж, вторая стадия пиков пошла. Но опять же, в бане нет Акса. Почему бы и не взять его в вторую игру подряд? Получалось ли? Абсолютно всё получалось. Напомню, дорогие друзья, что победитель этого матча будет... Без отдыха играть дальше. Хеллрейзер уже ожидают своего оппонента. Дрэд и его компания. Будут играть в следующий матч. Это уже будет полуфинал Венеров. Ну а команда, которая в этом матче будет проигрывать, она, собственно, ходит на отдых и будет ждать лузеров. Ну, лузера сегодня будут играть, по-моему, четвёртым матчем или третьим. В любом случае, обе эти команды сегодня мы с вами увидим. Ну, то ли раньше, то ли позже. Пак отбирает Империя себе. Ну, так понимаю, на сложную линию. Для Йоку. В первой карте вместо него там стоял Эд Хантер. Теперь будет Пак. Даззл от Вертус Прополлор. И этого героя мы тоже с вами видели. Были-были и Фэнгэ на Венжи Фолл Спирите. Был и Даззл от Лилы тоже был. Импер Спирит был от Фобоса. Всё это мы уже видели. Посмотрим, как вот в этой карте смогут себя эти герои проявить. Ну, в частности, конечно же, большое внимание будем уделять товарищу Фобосу. В той карте игру затащить не удалось. Ну да, опять Акс. Ну, я не удивлён. Я думаю, вы тоже. Пик четвёртый. Для Сайлента. На лёгкую линию. Осталось добрать себе Суппорта. И, в общем-то, на этом свой состав укомплектует на вторую карту Имперца. Ну, и Фэнгэ. Что дальше? Ну, уже одно отличие в их пике, понятное дело, будет. Да, у них будет Пака. У него будет какой-то другой персонаж на сложной линии. Кто в мид вопрос? Будет ли снова Бристалбэк? Да, будет Бристалбэк. Смотрите, о них повторяет предыдущий пик. С точностью... Одного героя, да, получается? Ну, только вот по одному герою, не тому. Напикали обе команды. Не он. Интересно, очень интересно. Убирают с ковров мага, ребята. Опять вверху Спортболлар. Ну, Скай не будет у Тим Эмпайр. Нужно другого Суппорта будет забирать. Убирают с ковров мага, ребята. Спасибо. Вот такой вот суппорт заехал от Империи. Это Дисраптор. Персонаж хороший, опять же, для замеса 5 на 5, для врывов, атакс и от Виспайтини. Просто замечательно, да еще и пак тоже герой подобран для этого крутой, и с инициацией в полный порядок. В общем, Империя, можно сказать, даже свой пик немножко усилила, по сравнению с предыдущей картой. Мне этот пик нравится больше. Ну ладно, Virtus.pro Polar, ласт герой. Нужно будет добирать кого-то на линию. Сложно, я так понимаю, да? Если никаких-то таких изменений по линиям не будет у Virtus.pro Polar. Но опять же, не Ember Spirit и на мид ставить, да? Ему там будет очень-очень плохо, поэтому Bristol Back в мид пойдет. Ember Spirit и остается линия легкая. Ну, естественно, не хватает персонажа, что на сложное. И с другой стороны, можно попробовать и какого-то другого мидера забрать. Bristol Back на сложное отправить, а Ember Spirit на легкую. Как вариант. Ну, правда, вопрос, кого ставить. Ну, то есть, Razor Viper, в принципе, еще в пуле есть. Противиспайтиния эти персонажи вроде неплохо стоят. ФНК. ФНК. Задумался. Ну, кстати, по поводу следующего матча он будет сыгран... Ой-ой-ой, Night Stalker. Пятым пиком от Virtus.pro Polar. Ну, вот такое вот небольшое изменение. Составчики будет, но по героям абсолютно все то же самое. Мы видим, да? ФНГ снова забирает с Avenger Full Spirit. Лил садится на Дазлика играть. Или, да, на Bristol Back'е. Фоба, Сэббер. Ну, и КВМ. Будет играть на Night Stalker. Team Empire. Aloha Dance, конечно же, вис. Prezolution возьмет себе Тинника. Кстати, вот здесь интересно, потому что Сайлен сел на Пака. Так. Йоку у нас будет на Акосе катать в этот раз. Лай на Дисрапторе. Ну, и ставится пауза. Там, в очередной раз пишут им по поводу .TV, ребят. Но, я не знаю, .TV лагает у всех. Причем уже довольно-таки продолжительное время. Вчера были какие-то проблемы. Я не знаю, почему .TV слышно меня плохо. На Twitch все хорошо, там полный порядок. Поэтому, ребят, если у вас какие-то все-таки проблемы с .TV есть, смотрите на Twitch, пожалуйста. Я не знаю, как это фиксировать. Несколько другой вопрос интересует. Только ли у меня проблемы в .TV с голосом? Лагает ли, например, англоязычный комментатор из BTS? Дайте мне. Информацию, пожалуйста. Ну, кто пропустил первую карту, уже запись отправляется на YouTube-канале. Скоро она там будет. Кто пропустил? Посмотрите. Так вот, по поводу второго матча, который будет сыгран следом за этим матчем. Матч будет сыгран не сразу по окончанию этого, да, а именно в свое время, в 16 сет. То есть, в 18 в Москве через полтора часа. Ну. И было бы неплохо, скажем, чтобы мы с вами долго не ждали, да, в перерыве и чем там полезно не занимались. Хотелось бы. Ну, во-первых, конечно же, хочется с любого матча увидеть минимум три сыгранные карты в каждом Best of 3, да. Чтобы было противостояние, была борьба, была война. Тем более, вот между такими командами. Принципиальными противниками. Так, ну что, наконец-таки пауза отжимается. Мы с вами продолжаем смотреть вторую карту. Модельтан отправляется на медлинию. КВМ будет на сложную над сталкером стоять. Ну и трипла с фармящим Эмперспиритом. Примерно так же, как и было в предыдущей карте. Ну и в Империи примерно то же самое. Единственное, что, конечно, Акс теперь будет стоять недалекой фармить, а будет стоять на сложную от Йоку. А на легкой фармить у нас будет Салент на паке. Так. Ну и Алоха Дэнс вместе с Резолюшном занимаются абсолютно тем же, чем занимались они в первой карте за сторону Рейдиант. Они ломают деревья в лесах, чтобы имел возможность у нас Алоха Дэнс, конечно же, делать стаки. Я вспоминаю предыдущую игру. Мы помним, да, что не было никаких стаков там у ребят из Эмпайр. Потому что, ну, нон-стоп были какие-то файты. И вынужден Алоха Дэнс все время подстраховывать свой утиник и так далее. Там КВМ теперь не укрызает с файер. Дал один бойт. Ну, прогнали противника. Здесь мы видим, и обе руны Virtus.pro Polar себе забрали. Вот обе руны контролятся. Видим вардами. Причем, что интересно, вардов на рунах в Эмперии нет. Поставили один вард. Вот на топ-линию. Видите, что перемещение на этой линии. Ну, там, я не знаю, либо Найт Сталкер сам куда-то будет уходить, либо к нему будут приходить на помощь. В моем случае это все будет контролироваться. На второй вард еще Йоку не поставил. Держит у себя в адвентаре. Ну, странно. Видимо, не успел добежать. Так. Ну, Йоку уже активно начинает против Фобоса и ФНГ. Ой, прокручивается. Какой второй раз? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маг и подстойпус от Фобоса. На развороте станчик. Флемгуард от Фобоса. Йоку идет до конца. Что это за дикие размены? ФНГ пытается мансовать. Прокрутился еще раз Йоку. ФНГ пока живет. Что-то 8 хп. И ФНГ дает еще один стан. ФНГ живет. И ферст бат забирает Фобос. Развелись. Смогли размансовать здесь Полары. Отличная игра. И 1-0. Полары открывают счет. На грани. ФНГ чуть не отъехал. Но в итоге получилось все очень шикарно. Йоку моментально возвращается на линию. Ну, кстати, кстати, кстати. У ФНГ практически обхилд и не осталось. Всего лишь один тангусик. У Эмберспирита, правда, подхилы, конечно, побольше. Но, в любом случае, Йоку точно серьезный. Вхп прозмял. Поставил, наконец, в арт Йоку. Будет видеть передвижение ФНГ. За спину там или куда-то еще. Начинает бить крипов. Ну, вот в миде самое интересное противостояние будет. Кстати, опять же, еще одно отличие с предыдущей карты. Что сейчас Лил сразу стоит вместе с Элиданом. И он будет все-таки ему помогать. Будет его подстраховывать. Чтобы Элидан у нас не начал видеть. На топе. Так, КВМ за ФЛАЕМ. Ставится кинетик филд. Сайлент вместе с ФЛАЕМ пытается КВМ резать. Сайлент, неплохой. Будет еще один. Вой, Сайлент проседает. Да ладно, КВМ первым делает фраг. 2-1 в пользу, ребята, из Virtus.Propolar. Сам НЕС, конечно, погиб. Но самое главное, что экспириенс НЕС получил. Левел третий апнул. Да. Это бодрое начало, конечно. Так, сбегал Йоку за руной. Ну и не взял. Слава, Джекл Спирит. Рунного богатства. Так, Алоха Дэнс и Резолюшн здесь знатно натерпелись. Оба слоу ХПС, слоу МП. Но Алоха этим выхиливает. Ботлом, как положено. И вот уже с здоровьем полный порядок. Так же, как у Иллидана, в принципе, у которого протектор Лил есть. Так, Раскаст, Вейв, неплохо. Poison Touch. И на развороте. Резолюшн проситает очень серьезно. Квилл Спрет, Иллидан. Еще один Квилл Спрей нужно дать в развороте. Да ладно, 114 ХП оставался. Ну не знаю, Иллидан. Тос. Залетает Лила. Квилл Спрей, Резолюшн. 58 ХП. Но пока живет. На грани. На грани смерти действуют оба коллектива. На линиях. Очень серьезно рискует. Квм. Вернулся на сложную линию. Уровень 4. Стики себе прикупают. Хватает ему уже, в принципе, на сапог. Сальдо сапог уже имеется. Левел 3 пока. Ну и фейсбутс у Фобоса на легкой. Вот чем занимается Йоку. Спуливает грибочков. Сразу к нейтралам двигает. Берсекс колл. Все это дело его фармивает. Кстати, может очень серьезно подставиться. Потому что Фобос уже здесь. И Фобос крайне недоволен таким движением со стороны оппонента. Да, но Фобос, кстати, с вторым флэмгуардом. С фейсами из Силингчейн 2 уровня. Мог наказать Акса. Ну Акс. Вовремя убежал. Боттл летает в Курьере для Эллидана. Контролить будет руну. На топе. Ну, резолюши на Боттла пока нет. У него сапог Magic Wand левел 3. И там на сервине Малоха Дэнс наделал стаков. Листенько смещаясь Феделиса. Так, ну и Эллидан. Руну должен будет забирать. Эллидан забирает. Хорошо, снизу осталась Баунти Руна. Должен, я так понимаю, лоха будет сбегать за этой руной. Нет, туда устремляется ФНГ. Не так легко удается играть сейчас Тинни и Виску. Тяжеловато Тинни фармит. Штан, смотри, у него крип стату. Литана, тем временем, 15 на 2. Видим, сейчас уже резолюшн держится подальше от крипочков. ФНГ, кстати, готов в спину залетать. У него уровень 3. Второй стан. Первый вейв. И, возможно, попробует резолюшн сейчас убить. На сервине Night Stalker соло убивает дисраптора. Это вообще грязь. КВМ сможет ли он выжить? Нет, Саленцева убивает последней тычкой. Так, poison touch. В спину заходит ФНГ. Резолюшн успел дать и Avalanche. Потягивается висп. Нет, Тинни не спасли. Алохо Дэн, скорее всего, тоже погибнет. Зря он сюда все-таки подошел. Ну и в итоге два фрага делают ребята из Virtus.pro Polar. Ну и вообще, как-то вот Polar тут поинтереснее смотрится. Меня очень удивляет игра от КВМ. Единственное, отдельный респект этому игроку. На сложной линии, стоя против даблы. Он первым делает фраги, хоть и выходит в размен, но тем не менее. По экспириенсу он уже вышел на пятый уровень. Боттл у него есть. Сложно, отыгрывает пока действительно хорошо. Так, но другая главная боль есть. Это Йоку на сложной линии. Транкфилл БЦ 382 монеты. Лебел пятый. Не очень-то хочется к нему подходить. Ну, Фобус сам по себе милишный, да, персонаж. То есть, бьет он с близкого расстояния. Ну и ФНГ, хоть и персонаж с рейнджевой атакой, но все равно нужно подходить довольно-таки близко. Пока дает вейв. Стянул двоих Йоку. Ой-ой-ой, это может быть больно. Йоку. Прокручивается. А Квилинг Бейт-то зачем не дал? Лол, Туман Войны, видимо, ушел ФНГ. В итоге на развороте ловит стан, ФНГ делает фраг. Жесть. Просто жесть. Акс здесь мог делать фраг. Не знаю, после этого выживал бы он или нет, но в любом случае фраг он сделать был должен. Видимо, не пошло в очередной раз. Его развели и отправляют на верну. Ну и Поларе выходит вперед 6-2. Смайминута встречи. Ильдан Баттл ПТ. Резолюшн пока без ПТ. Ну, то Мэджик Вонда хорошо заряжает. То, что Клос Прея постоянно юзает у нас с присталбэк. А то терение КВМ в инвизе был. На Флай в спину заходит. Он дает нас, видим, глимс. Флай, очевидно, это не спасет. Вот КВМ идет до конца. Сейчас кинет еще один бойк. И убивает. Ну, вот так вот линия выигрывается Найт Салкером. Теперь уже точно выигрывается. Йоку смещается на сложную. Также потягивается Салент. Левел 6, кстати, имеет Дрим Коэл. Пытаются они убивать кого-то здесь. Но проблема в том, что здесь уже никого нет. А вот теперь есть. Вобус вернулся на свою легкую линию, наверное, Нант. Так, и Алоха Дэнс. Поставил Вар в чужом лесу. Вот такая вот длительная и тщательная подготовка Империи для того, чтобы убивать этого Фобоса. Фобос пока не чувствует опасности. Но главное сейчас, как, конечно, инициирует Салент. У него все зависит. Это Дрим Коэл. Ну, то ходит на свой Ремнант. Спокойно и выйдет в Берсик Сколл. Который так и не был включен. Не был активирован. КВМ заходит. Йоку, Салент. Отличный Салент на Йоку. Не дает ему заюзать Берсик Сколл. Залетает в Вейв. Есть и Ринг Чейнс. Йоку таки-то скид двоих стягивает. Теперь с Сколлом. Стан. Йоку. Ну, надо определиться с Фокусом, наверное. КВМ дает Войт. Не добивает Алоха Дэнс. Погибает сам. ФНГ пытается Алоху забрать. Квилинг Блэд. Еще один. Йоку уже даблкил. И теперь движение за Фобосом. Низ подтягивается. Чейнни от Фобоса хорошо держит на месте. Ну, и Фобос здесь уйдет. Ну, не понравилось мне. Это Виртус Про Поллэр. Есть, конечно, выбор фокуса. То есть, кого убивать первым. Потому что один бил одного, второй бил другого. В таких драках, конечно, на это полный бред. Вот, за это поплатились. Йоку. ФНГ дает Стан Вейв. Версекс Коул. Йоку. Ая Тавара получает неприятную плюху. Юзает Стики. Пока живет. До конца за ним идет по НГ. Нот Вейв. Большой слишком кулдаун. Станом он тоже не дотягивается. Йоку делает и паут. Пошли уже какие-то дикие перемещения от Эмпайр по линиям. Мы видим, да, уже... Все практически сменили свои стороны. Единственное, что Дисрапт Атака и осталась на топ-линии. Получил он себе левел шестой. КВМ. Захочет ли его взять? Дает Войт. Плай. Готов глимсовать. Потому что туда делается уже ТП. Глимсует. Филд ставит. Сразу же Тетик Шторм. КВМ. Из-за того, что потянулся. Эваленж дал. Тосом крипа кинул на КВМ. И КВМ погибает. Ну, неплохо здесь все сделали. Отлично прочитал момент у нас товарищ Флай. Да, который увидел, что ТП делается от своего тиммейта. Поэтому можно было инициировать. Ну и в итоге еще один фраг делает Империя. И Импайр strikes back. Ибо они уже с счета 7-2-3 фрага отыграли. Куча стаков здесь, видим, сделан лилом для Иллидана. Иллидан начинает кулспрей здесь настакивать. Один отдель. 1-0-1 к Дау Иллидана. Не плохое начало. Так. Там теперь они релокейт. Это ФНГ будет атака. ФНГ. Тассирует виспа на ФНГ. ФНГ дает стан, сам пытается утереть. Залюшин достает Эвелин, чем приковаривает ФНГ. Будет ли отсеточка от Virtus.Propolar? Ну, Фобус рядышком, но никто больше не подтягивается. Поэтому. Без размена ФНГ дает. Это уже 6-й фраг для Империи. И попытка убивать КВМ. Нет, КВМ убивать не стали. На развороте КВМ еще и Войдук дает. Так, контрольца руна. Иллидан здесь. Слоу ХП. Ай-яй-яй. Глимсовал его там дисраптором, но успел Иллидан имбис взять. Кинетик Филд. Неплохо. Но Иллидан по-прежнему не видно. Залетает, тем временем, Фобус. На Алоха Дэнс подвязал чейнсами. Алоха Дэнс погибает. В погоне дальше за Флайем. Флай. Глимс у него появится буквально через 2 секунды. Свапает ФНГ своего, чтобы дать стан на Флай. Дримкоил неплохой. Кинетик Филд. Резолюшн сюда подходит. Статик Шторм ставит. Ох, сейчас будут как разваливать ребята из Эмпайра своего оппонента. Минус 2 уже сделали. Фобус тоже сделал даблкил. Или Зори Орф. Фобус пытается уйти, получает Саленс. Йоку в погоне. Йоку. Таггер появится всем скоро. На поездом тачим. Таггер сбивает. ПВМ. Забирает резолюшна. Филемблейдом Йоку не прощает Энэса. Погоня продолжает за Лилом. Берсисколом Лила подхватила. И Лил нас тоже отправляет стабильную. Даблкил делает Йоку. В итоге круче всех оказался Йоку. Ну, драку-то выиграли ребята из Эмпайр. Три в четыре размен произошел. Плюсе, в большом плюсе остались, видимо, и Акс, и Пак. Ну, а здесь только Эмбер Спирит немножко денег выиграл. Так, кто-то пришел. Кого-то глимсонули моментально. Это пристилбека. Надо всегда учитывать и держать в уме наличие Сраптора, конечно. С четвертым глимсом. Что Флай тут много неприятного делает. Как и инициирует, так и... Просто возвращает. Такую еще персонажа. Так. Курьерчик. Видел, видел это дело Флай. Курьерчик дает Виталити Бустер и несет его для Иллидана. Так, ну что ж, у нас один с половиной минут позади. Давайте посмотрим на Творцы. Полары вот вели, да, мы помним. Вот это вот хорошее их начало. 7-2 по счету. Две тысячи денег у них впереди было. Но вот Империя начала в ответочку забирать очень-очень много фрагов. И вот теперь вышли они сами вперед на две тысячи. То есть отыграли практически четыре тысячи денег. И по экспириенсу с минус двух до плюс три. Так, там нас Фобос диспа приговорил. Фейзи Драма Фэндженс. 4-0-2, кстати, отыгрывает Фобос. Неплохой ака, да. Кто не умирал в этой карте. На топ-2 по Нетворсу он держится. Проигрывает лишь только Аксу. Аксу, который тут неплохо стрекует. Флай, тем временем, с КВМ разбирается. Но там не знает КВМ, что уже у Флайза с плечом есть два персонажа, его тиммейта. И они как-то таки врываются и приговаривают. Сален делает уже Геринг Спрей. 3-1-6, тысячи монет. Резолюшн Драма Фэндженс только прикупил. Быстрого Аганима пока собирать не получается. Ну вот сейчас он только начнет себе фарм этого Аганима. 11-11. Так, ну вот Сален-то очень нужно приобрести себе даггер. Осталось буквально 100 монет. Там Сиреним Элидану еще Эндж, чтобы нас такали. Но он их пытается выпарнить. Элидан топ-3 по Нетворсу. 1-1-3, мало фрагов он делает. Но главное, что он не умирает часто. Это тоже очень важно. 1100 монет у него есть. Вангуард он себе уже насобирал. Левел 8-й, 4-й Кул Спрей. 2-й Бристалбек. Ну и на единичку Гул вкачан. Так, на топе что-то Виртуз Пропол решили придумать. КВМ здесь. Активно пушат линию. Сапог, боттл, урна есть. Мэджикон 15 зарядов, стаултшилд. Есть ТП, левел 9-й. Там ФНГ в смаке, кстати. Подтягивается человек-персонажа. И вопрос, будет ли Эмпайр ДФ и Т1 Тавер на топе. Ну, кстати, по ТВ-рам всего лишь один Тавер вообще в игре был снесен за эти первые 14 минут игры. Снесли Эмпайр на нижней линии. Вот, Полары пытаются свой Тавер тоже забрать. Так, вот кайский Даггер появляется у Сайлента, нафармил. Будет ли покупать ТП? ТП покупает, но у него кулдаун. И, видимо, все-таки Эмпайр будет Тавер свой отдавать. В ответку. Между только Резорюшн пытается тоже спушить. И какой-то Тавер у Фетку сюда брать. Всегда ТП. Резорюшн пытается уйти. Бросается в огонь у Фобос. Чины. Не были только Фисты без Чинов. Йоко врывается на двоих. То сразу же ставится Сикшторм. Фобоса большие проблемы с Элиданом. Неплохо не свапает ФНГ. Подставляет себя, но при этом спасает своего тиммейта. Лил получает Глимс, улетает. Бристалбек в Ваге и Пэмер Спирит тоже. Ну, вот настолько ФНГ остался. ФНГ тоже отправляется в Тавер, но это минус 3. И все очень плохо. Вертус про Пола. Очень серьезно нафидели сейчас ребята из Эмпайр. Причем погибли два Кур-героя у Эмпайра. Но опять же, как же четко врываются в свои Мауе ребята из Эмпайр. Вот эти вот врывы от Акса постоянно дает Дерсик Сколл по двоим-по троим. Кстати, к Шторм сюда тоже очень удачно вошел. Ой, тут еще и КВМ. Стрелал, Лол. Ну, КВМ. Ну, как ты бежишь? КВМ. Ну, да. Ну, понятное дело, что ты не знал, что тут Вард стоит от Империи, да? Внезапно на таком вот хай-граунде и видно передвижение Несса, но в любом случае... Должен был аккуратнее сыграть и двигаться вдоль своих товаров. Потом, видимо, глимсует снова Лила. Ну и 15-11 Империя выходит вперед. 16-ая минута игры. Появляется Клеймо у Имперспирита. Ну, БФ он сразу решил нафармить. Ну, хорошо Фобус шел. 4-0-2 у него было, одна смерть. Сейчас потерял денег, нафидил противника. Посмотрим, сколько быстро он выформит себе все-таки свой БФ. Ну, понятное дело, что Виртус Про Поллэр догадались о наличии здесь варда на хай-граунде. Поставили с интервишниц, сразу же Диварник идет. И Поллэры пошли в чужие леса. Хотят крови, хотят мстить. Тинни Полаганима собрал. Так, увидел это Лоха Дэнс, не стал подтягиваться к Тиннику. Хотя перетянулся сквозь присталбека. Резолюшн здесь, залетает в Вейв. Йоку ищет удобного момента для того, чтобы ворваться. Для этого, чтобы кто-то синициировал. Например, Сален с Дрим Койлом. Сален бросается, или Зори Орб. Так, прыгает на свой Зори Орб, дает Саленс. Что-то мы пытаемся войдить в Войт. Там теперь они в Глимсануле и разрывают, видимо, или Дан, или Дан, лол. Ну, вы смотрите, не так-то просто. Или Дан, получается, Логрейв пока живет. Вой у Эмпиар уже погибли. Йоку не растерялся. Далк или Эмпиар переговорил присталбека. Ну что ж, 2-1 пока в пользу Виртус Про Поллэр. Тинни не может траться то, что лоу ХП Сален от Саленса. Саленса, Саленса, точнее, да. 2-2. И вот уходят, разбегаются под КВМ. Неприятно с КВМ драться, да. Ну и Тинни опять же нету рядышком, поэтому решили отойти. Ну вот и с провальной начала драки от Империи. Вроде как выкрутились и счет сравняли в этом замесе. Ну просто вот инициировать Бристлбек, это такое себе занятие. Парень разворачивается спиной. У него вангуард есть, 4-й Бристлбек. И вот как его убивать? Ведь очевидно, что это не самая приятная цель. Уж лучше Империи, конечно, поначалу расправиться с какими-нибудь НСами, да, и Фобосами на Имперспирите. А уже потом только приниматься за Бристлбек. Потому что сейчас чуть из-за этого Империи не пострадали. Ну, в любом случае, они пока впереди. 17-13, 18-ая минута встречи. Смотрим, как меняются графики. Держатся на отметке 4000+, их для Империи. По экспириенсу 5000. Смог вылазка от Империи. Фобос успел зафармить себе стак нейтралов. Ну, вот он пошел бить второй стак нейтралов. Это, скорее всего, будет его проблема. Потому что Сален прывается. Прывается также Йоку. И без шанса для Имперспирита. Йоку делают уже свирепствующую серию Бист. Это такс, конечно, неустановимо. Так. Этот КВМ могут сцепить. Ай, Флай да идет. Будет у него глимс. Флай нужен Вижен. Дает Вижен. Глимсует КВМ. А сразу Шторм и Кинетик Филд. Саленс второго уровня Саленс дает. И Йоку снова Келлингблейтом накрывает. Еще один фраг на ровном месте. Ну и КВМ. После блистательного начала игры. После 4-3 на сложной линии. Он делает себе стат 4-8. Ну и становится таким незаметным. Немножечко Найт Сталкером. И немножко бесполезным. Резолюшн находит Теврениум Дабл Дэмэдж. Что у него там с Аганимом? Ну пока все так же. Не хватает ему 1170 монет. Это купки этого артефакта. Йоку Теврениум покупает себе Пойнт Бостер. Тоже будет делать Аганим. Ну и проседает Виртус Проп Пола. В каждом замесе следующим уже все хуже и хуже. У них получается драки проводить. Огрклаб или Дана будет делать БКБ. Ну и видим, да. Вот уже даже по мини-карте, если смотреть Вирт. Эмпайр у нас фармят практически всю карту. В чужих лесах умудряются фармить. И линии отпушивают очень серьезно. В Турспроп Пола немножко так вот подзажались. Резолюшн Теврениум с Алоха Дэнс. Вместе на топе они пытаются забрать Тавр. Глип Фортификейшн. Будет ли Дэв? Ну да. Делается ТП. Так. Ой-ой-ой. Таврис смогли забрать еще 2 ТП. Лидан дает ГУ. КВМ уже разгоняется. Вейв залетает. Алоха Дэнс зацепили здесь. Алоха просто принимает на себя внимание стороны противника, чтобы Резолюшн смог уйти. Резолюшн тавит на пяточки и пытается убежать. И убегает. Ну что ж, будет ли ответная драка? Ну, хотят Сален. Сален подраться хочет, видимо. Или не хочет. Разворачивается. Получает Void. Shift. Дает Саленс. Ставится Кинетик. Эваленш. Таковая Эмма. То сверху Йоку тоже здесь. Даже Квеллинг Бейт не успел потратить. Хороший штурм поставили. Не дали ворваться в обусу, Лилу и ФНГ. Те вынуждены были развернуться. И в итоге разминать один в один. Опять же на руку Империи. Тини. Через 20 минут у него появится. Готовая гоним Йоку через 2000. Ну и пока, видимо, не совсем понимает Virtus.Pro.Polo, что им делать. Они попытались играть от дефа. Они пытались дефать свои товара. Не получалось. Пытались устраивать драки 5 на 5 на нейтральной территории. Тоже не получалось. Сейчас продемонстрировали какую-то атаку на топе, на Виспай Тини. И в итоге снова потерпели фиаско. Ну вот, и что делать, не ясно. Возможно, есть смысл сейчас удариться в фарм. Довести до Лейта Эмбер Спирита, Бристалбека и Неса. Потом уже. Пытаться сражаться против Акса и Тини. Потому что, ну пока, на данной стадии игры, они статистически намного слабее. Сайлент Йоуси купил. 5 на 11, кстати. Стрик он свой отдал, но это ничего страшного. К дауне прежнему превосходный. И огонь им себе нафармливать верением Тини. Дрилл Хаммера, так понимаю, или Дана. Осталось нафармить только на рецепт этого БКБ. Мог, кстати, дофармить, потом выйти на базу. Он решил сперва попасть и подхилиться. И потом курьером себе эту БКБшку принести. Фобос, Фобос, ну вот еще 200 монет до БФа. На 22-й минуте у него этот артефакт появится. Возможно, на 23-й. Что говорит не о самом хорошем тайминге, да? Топ-5 Нетфорс Фобос на карте. Вроде-ка да, неплохой 5-2-2. Но, видимо, что много денег он себе не смог. Так, снизу очень опасно фармить Сален. Или Зори Орб. Там КВМ. Прыгивает, получается. Урну, ну и, конечно же, моментально отвечают ребята из Эмпайр. Дримкойл поставлен никуда. Хорошо тут НС у нас размонсил. И в итоге... Алоха Дэнс сейчас скоро улетит. Ну и улетит, наверное, все-таки Салендом. Ой, там Тереню Венжи Фулл Спирит. Была атака от ребят из Виртуз Прополар. Нашли Тинни одного. Забрали его. Ну, Тинни остался без поддержки Эвиспай. Все, начались проблемы. Так, есть БФ Эммер Спирита. Йоку делает туп-аут. Кстати, непонятно было, почему вот Алоха Дэнс пришел помогать Саленту на нижней линии, но пришел он без Тинни. Видимо, что-то они там с Тизером не разобрались. Может быть, они подоспели друг другу. Ну, во-первых, больше было бы шансов убить НС. Ну, во-вторых, конечно же Тинни бы не погиб в том случае на топе. Ну, ладно, то такое. Тинни скоро появится. Смок у нас сразу же прожимает Эмпайр. Без Тинни они его прожимают. Свои лиза побежали. Там, кстати, Бристалбек хозяйничает. А на миде есть КВМ. Тоже цель приятная. Врывается на все время Сален. Фьюлл дал. Потягивается Акс. По таймингу будет Берсик Скол выдавать. КВМа здесь изничтожили. БК-подобная серия убийств у Акса. И погоня продолжается дальше. Нашли здесь у нас или Дан и ФНГ. Или Дан вынужден прожимать БКБшку. Там Кинетик Филд. Ну, Дан сейчас окончится БКБ. И он будет, скорее всего, убит. Пока он успевает убить все-таки Шторм Спирита. Подкидывает. Эволен Штос. Дрим Коэл поставлен. Да, он, конечно, очень долго жил. Но в итоге пережить такого дэмэджа он не смог. 1-2 размен. Пытается уйти у нас в ФНГ. Тепа аут вкастовывает. Если чем сбить. С Ким Киулом надо. Не успевает Саленс реагировать. В итоге отпускают. Отпускают они здесь в ФНГ. В любом случае, 1-2 драка. И драка это в пользу Эмпайр. Акс через 60 монет у него появится тоже. Готовый Аганим. Резолюшн уже 1700 сверху. Ну, мы помним, что в той карте он собирался к Икерасу. Я думаю, что в этой карте тоже так же будет происходить. КВМ. Так, Огрклап у него есть. Видит двоих. Врывает. Стал Саленс на Резолюшн. Ворвал 100-ти ревеню Флобус. Отличный рассказ. Виспо моментально забрали. Йоку сейчас ТП сделал. Ну что ж, будут ли мстить? Не решились пока. Но Йоку просто ждет, когда к нему Аганим прийти. Так, ну и Гиперстоун все время появляется у Резолюшн. 17-22. Ну, пока не сказать бы, что Виртус Прополар прям уж в салат проигрывает эту карту. Нет, вполне играбельная ситуация. Есть небольшое преимущество у Эмпайра. Ну, вот ключевое слово действительно небольшое. Еще тоже. 17-22. Вполне игровой. Ну, все будет зависеть, опять же, непосредственно от... Следующих трак. Что интересно, забыли совсем о Решану обе команды. Хотя и та и другая команда вполне спокойно может его забрать. Показания-то тем, что вот так вот вылавливают. Опять же, загулял немножко Фобос. Дает Саленс. Саленс. Ну, Фобос успевает уйти на свой ревенант. Купает себе Блэйдсов Атак. Есть Бродсворд. Ну и Кристаллист на подходе. Так, ну, ФНГ, Морбид Маска, есть Ринкл Фреджен, есть Ринкл Фразилиус. Это будет Владмир. Наконец-то они забирают Тавр. Второй Тавр занятую игру. Сами, кстати, потеряли два. Но сейчас третий тоже упадет. Не на Рожанну, ну вот. Наконец-то одна из команд вспомнила, что есть такой большой нейтральный крип, которого следует убивать. Чем чаще, тем лучше, да. И будет Аегис. Туда стягивается, видим, Флай. Кинотиктилл поставил убитил. И хорошо, ФНГ дотягивается свапом. Флай, Флай сразу дает статик шторм. Ильдан вынужден прожимать ПКБ. Прорывает с неврением Резолюшн. Местецвистбом КВМ он насилует. Очень серьезно, они его и очень быстро убивают. Присходит из боков у нас уже Йоку. Килинг Блэйд сейчас дал. Видимо, приговаривают Дазлика. Там Теренем разобрались вместе с Раптором. Снова прокастает Резолюшн. Сиринг Чейнс. Ильдана схватили. 2 в 3. Ильдан Эвелэншем открывают. Ильдан пытается уйти. Тосс. И Килинг Блэйд от Йоку. Это минус 4. Не хватает дэмэджа. Опять же, Фобос в замес... Ну, так же, можно сказать, и не врывался. Все, что он сделал. Дал чайны. Один раз, по-моему, Фист. Немного полезного сделал. Ну, живых остался. Тоже очень важно. Так. Фобос на Салента. Shift. Салент. Попытается уйти. Есть Фисты. На развороте Салент не боится этого Фобоса. Ну, кстати, Вис появится, правда, без Релокейта. Ну, Релокейт, возможно, попытались бы и Фобоса подловить. Ну, что. Попытка номер 2. Еще раз подраться на Рошане. В этот раз Империя уже сами готова заходить. Стоит Вард. Его бы желательно снять. Плэйт Мэйл есть у Резолюшена. Пол Крин... Полосал Керасу он уже себе собрал. Так. Салент у нас Плэйт Мэйл 1500 монет. Отгоняет противника. Но Вирпиз Прополлара давать Рошан не хотят. Юзается смог. Вот он Салент. Вейв. ПНГ. Ну, да. Не успели ничего сделать. Резолюшен спокойно хватает на Егис. И Салент пошел кого-то цеплять. Вот он, Элидан один остался без поддержки своей команды. Получает Юл. Получает Салент. Статик Шторм вынужден прожимать БКБ Элидан. Грызается Флая. Флая очень больно. Писты прошли. Фоба зарабатывает себе фраг. Салент здесь. ФНГ. Друг друга пытаются кайтить оба коллектива. Ставить, завидим, Дрим Койл по двоим. Резолюшен просто стоит на месте весь замес. Он не знает, что делать. Он пытается терять свой Егис. Она Егис теряет. Теряет также и своего суппорта. Салент. Салент по двоим. Йоку пытается уйти. Резолюшен в спине. Волонж КВМ. Подхилы жесткие идут. Разводят. Очень серьезно. Виртуз Прополу сейчас разводит своего оппонента. ФНГ все-таки подстрял. Резолюшен пытается драться. Йоку врывается. Вылидан. Не самая приятная цель. Врывается также Фобос. Фисты его дают очень больно. Резолюшен, скорее всего, погиб. Не дает ТОС перед смертью. КВМ. Под протекцией от... Дазлика не умирает. Ну и в итоге 4 фрага сделали ребята из Виртуз Прополу. Но с учетом наличия Еги Саутини, то и минус 5 сделали. Поляры. Точнее, да, Виртуз Прополу. Размен на одного. Неплохая драка. Но это из-за того, что Эмпайр не смогли грамотно синицировать. Их очень серьезно разводили. Просто летал Фобос. Там, суппорт тоже. То Пойзон Тач, то станы какие-то выдадут. В итоге Эмпайр туда-сюда. Бегали, прыгали. Кого-то конкретно убить не смогли. Убили только разве что ПНГ. Сразу же Виртуз Прополу подходит на Т1 Тавер. Use the Glyph Vertification. Но Тавер в любом случае будет купить. Сален здесь. Ой-ой, Сален. Опасно очень играет. Или Зори Орб. Еул. Должен уходить. Уходит на свой Орб. Ну и спасается. Или дан ВКБ в Ангуард с замеса выносит себе 4,5 тысячи денег. Серьезно так. Там Релокейт. Попытается подцепить Лила. Сален прегивает. Дримкоил поставлен. И Лил. На себя Шелло Грейв пока живет. Пойзон Тач Вив. Лил еще неплохо раскастовался. И убивает. То он к ВМ приходит. Наверное, Локейт как раз таки вовремя заканчивается. Поэтому улетает. Алоха Дэнс и Саленс. Такой вот соло выпад получился. Весьма неплохой. Немножко осталось Тинни дофармить там Асал Керас. Буквально 1-2 пачки крипов. Оставляет ему это 1-2 пачки крипов. Лай на топе. Йоку у нас Плейтмейл себе покупает после Аганима. Ну, а Лоха есть. У него Ринков Базилиус. Потихоньку тоже в свой Владмир выйдет. Или Дан. Пока непонятно, что он будет покупать. Вот Курьер отправляет в тайную лавку. Это Гиперстон. Тут тоже будет Кераса. Там Став от Лила. Видимо, тоже захочет купить себе какой-то Юл. Вот и Фобос. Кристалли себе купил, но покупает себе Митрилхаммер. Афтефактом третьим. Все-таки БКБ, видимо, решил приобрести. Возможно, это правильно. Он видит, насколько хорошо помогает БКБ жить тому же самому Элитану. Да, Элитан игнорирует шторм и прочую гадость. Он идет и в кого-то вгрызается, не чувствуя никакого сопротивления стороны противника. Вот, возможно, и Фобосу тоже БКБ пригодится. Опять же, Саленсы всякие и вейдить. Полезная штука. Ну и 31-ая минута встречи пошла. Давайте посмотрим, сколько в Virtus.pro Polar отыграли. Проигрывали 5,5 тысяч. Сейчас преимущество в Empire осталось 3,5. Ну, 3 тысячи отыграли. Ну, по экспириенсу. Вся мы 2,5 тысячи, так же империи. Впереди пока. Кираса готовая сразу появляется у Бристлбека. Только-только Кираса себе купил Тинни. Там у Горкла появляется у Фобоса и осталось только на свиток. Ну что ж, обе команды ударяются в фарм. Причем они прекрасно понимают, что... Каждая драка может абсолютно все зарешать. Подставляться не хочется. Давайте посмотрим, к чему этот фарм приведет. Так, Polar собираются возле Т-3 Tower. Судя по всему, будет проюзан Смог. Смог есть у ФНГ. КВМ, кстати, уже в НВЗе бегает. Митрил Хаммер себе приобрел. Ну, довольно-таки много нафидил у нас в Туфлейнер, команда Virtus.pro Polar. Ну, в любом случае, это АНС. Это некое подобие такому Spirit Breaker, да, который бегает в замесе. Который, вот, довольно-таки много нужно ресурсов потратить, чтобы его слить. И, в общем-то, ну, просто вот такой мешающий персонаж. Конечно, он как таковой КВМ ДПС не вносит абсолютно... Практически ноль, да, то есть что он может сделать? Это парочку воидов дать только и все. Урон с руки у него смешной. К этой минуте. Ну, просто своим наличием, скажем так, в замесе он чуть-чуть не мешает. Шевсгард у Сайлента уже есть. 7-1-16. Неплохо отыгрывать на пак. Нетворс топ-5 держится. Ну, вообще, вот эта вот пятерка первая по Нетворсу, она рядом прям держится. Так вот, отставание там вдруг от... Первого от пятого места... Там всего лишь 3000, немного. Ну, зато потом провал идет, да, и там... Суппорт и плюс Найт Сталкер. Так, ТП. Иллидан пришел, сразу же БКБшечку активировал. Бросается снова Флайя. Ну, Флайя бы на выживаемости какие-то артефакты собрать. Сейчас пытается сделать ТП-аут. Не отпускает его Иллидан. С три удара буквально убивает. Салент. И вейдет все, что можно. Уходит. Товорочки падают на миде и на нижней линии. И Салент. Получает, видимо... Фисты, Драма Фейнджеранс. Фобос активирует. Салент. Свап неплохо. Салент подловил ФНГ. Отлично отыграл. Внезапно очень даже Салент этого типа не ожидал. Ну, то гириллок я здесь был заюзан от Фиспа, но он сюда вернется. И это на халяву будет практически три фрага для ребят из-за... Виртус Пропола. Вернулся Лоха Дэнс. Его встретили. Как полагается. С хлебом и с солью. И приговаривают. К минутному заключению в таверне. Так. Ну, вот неплохая трака получилась. Виртус Прополар 26-28. Эмбер Спирит благодаря этой драке дофармил практически себе уже БКБ. И у Иллидана после осалки раз есть 2500 денег. Ну и к ВМ мы тоже БКБ на подходе. Ну вот. БКБ появится у Фобоса. БКБ появится у Найт Сталкера. У Иллидана лишний артефакт. Довольно-таки грозно выглядит у нас. Пятерка Виртус Прополар сейчас. Йокум 2400. Изолюшин. Кристалли себе приобретает. Тоже будет делать Дейдаус. Без сопротивления сносит Т2 тавер снизу у нас Виртус Прополар. Внешний тавер последний остался у Эмпайр на Мидлейне. Ну то имя Виртус Прополар самих последний тавер остался на топе только. Внешний. Так что у нас по Рошану. Рошан через пару минут таки уже появится. Я думаю до этого появления Рошанов никаких драк у нас по идее произойти не должно. Будет фарм. Конец-то пока бы появилась у Энесса. Добавил очень серьезного к своей выживаемости. Лидана 3300. Покупает себе что-то. Боттл. Это у него был. Пока ничего себе не покупает. НС пока бы я себе принес. Фобос. Ему довольно таки много еще фармить до появления. Да и Даус в полноценную минуту смог вылазка от Эмпайр. Стоять на своем хайграунде. Снизу понятное дело Резолюшн плюс Алоха Дэнс. Они в случае чего взамен подтянутся. Но проблема будет в том, если на Резолюшн и на Алоха Дэнс будут нападать. Тогда Эмпайр вовремя собраться не сможет. Они не настолько мобильны, чтобы прилететь и помочь бесплодетине. Вот увидели иллюзию. Испугались ее в Вис плюс тени. Сразу же бегают в леса. Дэпэшечка. Убежать. Уже 35 минут игры у нас уже позади. Мидгейм в самом разгаре. Потихонечку идет переход такой в лейт. Так, Виск у нас почти ее владимирно фармил. Резолюшн 2700. На фарме от оба коллектива. Так, Рошан появился. Ну что ж, к нему должны будут подтягиваться сейчас обе команды. Желательно до захода на этого самого Рошана очень серьезно пушить линии. Пока более удобная в этом плане ситуация Эмпайр. Топ-линию они серьезно поддавили. Серединку преодолели и крипы по мидлейну тоже. Середину карты. Что им сейчас действительно удобнее заходить на этого Рошка. Так, ну вот Резолюшн хватает на Дейдаус. Будет ли он себе его сейчас брать или все-таки будет оставлять деньги на байбэк. Покупает, покупает рецепт на Дейдаус. Курьер сейчас пойдет в потайную лавку. К замесу Дейдаус Резолюшн уже будет. Так, вот Йоку. Здесь один на миде остался. Сейчас будет у него возможная атака. Юлит. Что дальше? Вейв. Йоку. Трес-эксколл заюзал, чтобы побольше брони было. Грызается КВМ. Ее отвоит. Пошел Суалин. Тереним Шиву с Гуарта. КВМ. КВМ БКБшку активировал. Ее турнул. Йоку большие проблемы. МКВМ пытается не отпустить. Знаю, что Йокулоу ХП очень приятно было бы сделать на нем фраг. Но не получается. Хобус-эрень оборвался. Стик-шторм. Йолы пошли. Хобус БКБшка. Флай очень больно. Фисты там неплохо-то к нему продамажило. И Резолюшн тоже один остался и погибает. Минус два делает ребята из Virtus.pro.polar. Срагнет при этом счет. И будут забирать сейчас последний внешний тавер у Империи. Да, ну и неудачно. Очень неудачно подставился Акс. Лишился большей части своего здоровья. Поэтому изначально Империя Драко уже была провалена. Да, но в итоге сейчас есть отличная возможность Virtus.pro.polar подняться на хайграунд. Причем самое страшное, и на что мы делали как раз таки акцент, это то, что Тинни не оставил деньги на байбек. Он купил себе свой дейдаус. А сейчас, минуту находясь в таверне, он практически лишает своей команды медлиний. А возможно даже не только одной линии. Действительно большая проблема. В Империи сейчас в этом плане немножко ошиблась. Ну, нет смысла идти на следующую линию дома ребятам из Virtus.pro.polar, но есть огромнейший смысл пойти и забрать Рошана. 23 секунды этого времени вполне было достаточно для того, чтобы Virtus.pro.polar Егги себе забрали. Но нет, они куда-то на левую часть карты перемещаются. ТП вниз от Фобоса было. Дофармил он себе дейдаус, ушел линию. Ну, а значит у Империи есть возможность, есть хорошая возможность, все-таки Рошана забрать. Ну, или хотя бы за него подраться. Но медлиния уже была потеряна. Да и даус, вот, насобирал себе денег. Так, КВМ здесь, видит Алоха Дэн, свап от ФНГ, Алоха получает Саленс, ПВ, Лоха! Наверное, на месте поставилось, хороший Дримкоил был от Салента, но без продолжения, ибо Резолюшн так быстро в замес уже впрыгнуть не может в отсутствии своего суппорта. Ну, а значит, Виртуз Прополар получает отличнейшую возможность отдать себе Порошанчиков. Ну, вот дарит Импайр, сейчас просто действительно дарит победу Паларам. Ничего не предвещало беды, но вот два каких-то непонятных мува на миде отдача двоих. Вот сейчас Алоха отдался. Ну, и вот таким образом можно ведь и игру отдать. Бристалбек зарабатывает себе Еггенс. Так, Флай опять же подставляет за чем-то, Фобос делает на нем фраг. Так, без двух суппортов Импайр играет, нет у них байбека. Ну, и Полары могут попробовать зайти на хайграунд. Не так страшен Тинни в отсутствии Виспа, конечно, мы это прекрасно понимаем. Полары будут этим пользоваться, перетягиваться, конечно же, на топ-линию. Стоит здесь сторона без глифортификейшна. Ну что ж, Висп сейчас появится, придется драться, видимо, без Дисраптора, но отдавать сторону ни в коем случае нельзя. Пробовать нужно, Салент вбрызается, Шивас Гард, КВ, активирует БКБ. Бой дает Салент и не пускает его к своему Иллидану. Иллидан пока БКБ не прожимал. Вот, так что толково? Иллидан стоит, повернулся спиной к своему оппоненту. Даже если его убьют, у него будет Аегис. Бегает, нас видим КВМ, тоже привлекает к себе внимание, что он там какие-то забеги. Ну да, действительно просто заставляет Импайр сейчас оттягиваться от своей топ-линии, чтобы его команда успела снести в сторону. Так, Иллидану, БКБ. Иллидану вообще все равно. Тоже БКБ прожал. Иллидану пошел тем временем бить Фобоса. Статик Шторм, ТОС, Фобоса очень больно. Фобос успевает получать шеллоу-грейв. Смотрите, пока живет, дает фисты. Акс уже погиб. Погибает еще и Висп. Флай сцепили, флай тоже минус. Это будет минус 3. А Виртус Прополлар, хоть оставшись с лоу-хп, но все равно они пока живы. Иллидану до сих пор Эгис не потерял. Но вот что с ним делать? Парень повернулся спинкой и все. Непробиваемый. Резолюшна подцепили. Байбэк от пака. Погибает Резолюшн. Это минус 5. Размен одного НСа. Падает топ-линия. Байбэк от тени, байбэк от пака. Вот Сален бросается в погоню. ФНГ сцепил, ФНГ он убивает. Резолюшн идет на Иллидана. Ну, лучше всего, конечно, сперва убить Даззл все-таки. Да, Даззл приговаривают. А что теперь делать? Погоню, видимо, нужно все-таки продолжать. Как ни крути, но Аегис выбивать нужно. Сален, Резолюшн. Ну, или Даззл просто бежит. Это жесть. Эвлендж, окей. Тос тоже хорошо. Пережил это Иллидан. Пережил 2 аутара с руки от Резолюшна. Ну, Сален дальше. Сален встает. Или Зориорп Шивас Гард прыгивает. Или Даззл 64 хп и не пошел. Не пошел дальше пак. Да ладно. Побитого. Остали Бристалбэка, но Аегисы на живым. 31-35. И вы знаете, нас, судя по всему, ожидает третья карта. Вот Virtus.Pro Polar, конечно, отдельно можно любить. Вот хотя бы только за то, что вот Салав, практически проигравший таким же пиком первую карту, они взяли пик тот же самый и переигрывают своего оппонента. Ну, вот это вот, конечно, здорово. Показали, что не в пике была действительно проблема. Проблема была в исполнении. Проблема была в фиде. Первой карте. Если не фидить, фидим, что и выиграть вполне можно. Ну что ж, две снесенные стороны у Эмпайр. Нет байбэков на ключевых персонажей. И один шанс на миллион у Эмпайра сейчас победить в этой игре. Но шанс есть. Покупайте себе Кристаллис Фобос. Будет выходить второй Дейдаус. Или Дан тебе 5-400 денег нафармил. Но у него просто нет слотов. Сейчас что-либо запаковывать. Финга вообще Даггер Форстав. Представьте себе дистанцию, с которой может ФНГ соинициировать. Так, я залишно его увидел. Подцепить не смог. Йоку здесь 11-4-7. Мы помним, бьет он год лайк серию убийств от Йоку. Но теперь только смерти подарят. Никого забрать он уже не может. Да и грамотно ворваться тоже не получается. Да, все-таки там Бристалбэк. Через Бристалбэка нужно как-то перепрыгивать через Найт Сталкера. Что практически невозможно. Но Акс, конечно, нужно как-то добраться до этих вот ФНГ. Дарила, которые действительно очень серьезно сейвят. Вот сейчас Сайлент, Флайи, возможно, в спину будут заходить. Неплохой мув, заходит Сайлент. Фисты пошли. Так. Или Зори Орб, Шивас Гард. Ну там Флай. Ну вот дал он Секшторм. Не успел, ну точнее не дал Секшторм просто. А погиб. БКБшки пошли. Йоку бросается. Валитана. Резолюшн тоже здесь. Нет у него БКБ, поэтому большую часть времени в замесе он просто стоит. Погибает на спис. Резолюшн. Дал Тос. Не добивает ФНГ. Погибает сам. Ловит Фисты. Сделал байбэк, ну и ГГ пишет Алоха Дэнс и его команда. Ну что ж, 1-1. 44-ая минута встречи. Фобус отметился с триплкином. Сейчас даже может быть и ультракилл сделать. Не успевает, он падает раньше. Третья решающая карта после короткой паузы. Нас вами, дорогие друзья, ожидается. Давайте посмотрим, будет ли повторяться у нас пики. Ну и узнаем, конечно же, команду, которая пройдет по сетке венеров дальше. А кто все-таки отправится у нас в лозера. Вертус Прополар делает камбэк. Ну а мы с вами будем довольствоваться картой по номерам 3 после короткой паузы. Далеко никуда не убегайте. Для вас сегодня работает студия Старладера. И продолжит, конечно же, работать. Нас впереди ожидает еще очень-очень много матчей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok